Губернатор Алексей Русских провел аппаратное совещание в режиме видеоконференц-связи. Сегодня глава региона работает в Москве. Рабочая неделя будет сокращенной. 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Сегодня этот день наполнен особым мыслям. И мы с чувством огромной возрасте и благодарности будем честить наших героев. В этот день по всей области запланировано много сорта ответственных мероприятий. Я призываю всех жителей региона принять участие и поддавить своих мужчин с каждым домом. Минувшая неделя принесла плохие новости. Случилось два смертельных ДТП. Вчера в Мордовии в ДТП погибли многодетная мать и четверо детей. Губернатор выразил соболезнование семьям погибших и поручил оказать помощь пострадавшим. В причинах аварии выбирается наша задача, Анна Александровна, оказать всю необходимую помощь родным погибшим. Все жители области глубоко им соболезны. В Ульяновской области успешно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предстоящая неделя будет посвящена именно ему. Количество ульяновцев, занятых в этой сфере, растет из года в год. Сейчас их количество превысило 190 тысяч человек. Налоговый режим для самозанятых граждан вызывает особую любовь и популярность среди начинающих предпринимателей. Мы шагаем ежегодно, ежегодно прирастаем порядка 80%. Это 1200-1500 человек регистрируется в качестве самозанятых ежемесячно. И сейчас перешагнули уже 40 тысяч человек. В Ульяновской области приводят в нормативное состояние школьные маршруты. В числе нарушений отсутствие остановочных павильонов, дорожных знаков и уличного освещения. Все нарушения, недочеты устраняют в штатном режиме. Чистят тротуары от снега и наледи, меняют перегоревшие лампочки. Мы со своей стороны первое в качестве меры организуем комиссионный выезд в муниципалитеты, которые поименованы на слайде и в том числе по обращениям граждан. Для примера приведу. Вишкаймский район комиссия выезжала в составе представителя нашего министерства, Министерства транспорта, ГИБДД и Администрации муниципального образования. Был сделан анализ и заключение, согласно которому рекомендовано в весенне-летний период провести дополнительные работы про грейдирование, восстановление шевеночного покрытия. С 1 марта по 2 апреля в Ульяновской области пройдет 61-й международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена». Он будет посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Подготовка к фестивалю идет полным ходом. В нем примут участие артисты и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тамбова, Магнитогорска, Республики Татарстан и Карелии. Всего в афишу фестиваля вошло 21 мероприятие, 12 концертов в залах Ульяновска, это дворец губернаторский, 4 концерта, дворец творчества детей и молодежи, 5 драматический театр, 2 концерта, киноконцертный комплекс «Современник». И 9 концертных программ филармонии в муниципальных образованиях, 3 концерта в Димитровграде, Ново-Ульяновск, Ульяновский, Вишкамский, Цельницкий, Чердоклинский и Николаевские районы. На аппаратном совещании также поговорили о работе общественного транспорта. 40 новых автобусов СИМАЗ поступят в Ульяновск до 1 марта. 10 новых автобусов уже вышли на маршрут. С появлением новых СИМАЗов жалоб горожан на работу общественного транспорта стало меньше. В Ульяновской области растет средняя заработная плата и сокращается уровень безработицы. Сейчас ее уровень в нашем регионе всего 4%. Он один из самых низких в Приволжском федеральном округе. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.